Добро пожаловать, мальчишки и девчонки! С вами ваша Махамская девочка, Курьерный Армор, и возвращаемся сюда. В казино, в котором не едят людей, но вы поняли, не едят людей. Вспомнительно в этом. Поищем тех людей, которых они не едят. И меточка нам говорит, чё... Вообще, чё нам говорит-то? А меточка нам говорит, что вернись к Есману, но это такоеся. Это по заданию. А мы хотим распросить Мортимера у следователя и отвезти Теда, если он жив к отцу. Да, вот это вот всё, что нам нужно. Опять назад. Науки давать. Где же называется наша, не пропадала. Амур, Тимир, у тебя наконец-то включилась озвучка или не включилась? Скажи, пожалуйста. Чем могу слышать, мадам? Да, включилась. Амур, загорелись, что вы дали бесплатную комнату частного детективу. Частный детектив? А, да. Помню этого джентльмена. Это насчёт пропавшей невесты. Такой ужасный случай. Очень надеюсь, что он найдёт её. Могу я полюбопытствовать? У тебя есть что-то, что поможет ему в расследовании? Мне нужно с ним поговорить, потому что не твоё дело. Конечно, конечно. Обычно мы не разглашаем информацию о гостях, но думаю, в этой ситуации он захочет с тобой пообщаться. Поглядим, он пока не выехал. Если вернёшься к номерам, ты найдёшь его точно этажом выше своей комнаты после выхода из вестибюля. Надеюсь, мы, наконец, сможем забыть об этом деле. Да, я уж надеюсь тоже, но тут такой слушок пробежал, что ваша группа кушает человечинку, а? О, да, я тоже это слышал. Зависть заставляет людей говорить гадости. Мне и жаль. Слушай, ну мне вот известно, каково это чувствовать тягу, да? Ну, прямо-то очень-очень хочется и там... И нежно-нежно выгладать косточки. Может быть, я могу помочь вашему делу как-то со стороны? Хорошо. Тогда ты знаешь, как важна осмотрительность в... диетических вопросах. Возможно, ты сможешь помочь. У меня серьёзное затруднение. Я планировал изысканный ужин для общества, но есть небольшая проблема с главным блюдом. У него влиятельный и своенравный папаша. Ой, смотрите-ка! Нашёл всё-таки тот сынуля. Главное блюдо — это человек, да? Да, но не тот человек. Мы выслеживали нужного человека несколько недель. Наследник торговой империи, можно сказать, блудный сын. Он порвал со своей семьёй и оставил поместье, уйдя бродить по свету. Это был бы идеал. Обеспеченный, откормленный, но никто его не хватится, если он исчезнет. К сожалению, ловушка, расставленная моими людьми, не сработала. Он сбежал и разглядел их лица. А теперь он осторожен. И что же ты сделал, дурашка? Я попросил организовать быструю замену, и они похитили сына самого опасного скотопромышленника в Нью-Вегасе, да ещё и из нашего собственного отеля. Мне не нужно объяснять, что если не урегулировать ситуацию, может случиться катастрофа, и мне по-прежнему нужен кто-то солидный, чтобы подать к столу. Строго говоря, нам запрещено есть людей, но я надеюсь, что правильное сырьё и правильная подготовка могут подтолкнуть Марджори к пониманию моей позиции. Ммм, так всё-таки ты подлинно мимо неё это делала, а я думал, она каннибал. А ну ладно, скажешь, что нужно делать? Мне нужна замена, и нужно разобраться с мальчишкой. Замена должна быть здоровой и хороших кровей. Невозможно приготовить стейк из хрящей. Поскольку времени совсем мало, нам придётся вернуться к первоначальному выбору, Карлайлу Сент-Клеру. Он живёт в хижине к северу отсюда. Он нужен нам живым, для свежести. Если сможешь прислать его сюда, или вырубить вот этим и оттащить в мусорный бак возле его дома, мы сделаем всё остальное. Ну что же будет с похищенным мальчиком? Его зовут Тед Гундерсон. Проще всего будет, если ты сможешь его убедить, что всё это досадное недоразумение. Но если он не послушается, мы не сможем просто отпустить его. Придётся его тогда забить и подать. Тогда замена не понадобится. Но в этом случае придётся разобраться с его отцом Хэком. М-м-м-м, даже не знаю прям. А-а-а-а... А где мне найти своего тогда? Великолепно, великолепно. Мальчишку держат в кухне под гурманом. Вот тебе ключи, чтобы до него добраться. Старший Гундерсон остановился в нашем пентхаусе. Я так понимаю, он нанял охрану, так что поосторожнее, если туда пойдёшь. А наш мистер Сент-Клэр проживает на севере. Да мне плевать, потому что до мистера Сент-Клэра мы не пойдём. Мы можем сдать тихо. Серьёзно. Во-первых, я даже не помню, где он находится, это тихо. Ну, чёрт с ним. А-а-а... Ммм, игрок нет. Не представляю, барышня. А Марджори такое дело? Добро пожал... Ммм, политика, если я не знаю, то мне это не повредит. Ясно, понятно. А-а-а... Кухонька, кухонька, кухонька. Если я правильно понимаю, то кухонька это за мини-баром, то есть вон туда. Сюда, да? Да, отсюда. Ох, ты ж, дёх, ты, школа, вдёх, ты ж, ну это вроде брамина. По крайней мере, они копытные. Лифт, кухня, утра, люкса. Нет. Вариат номер два. Мы забираем мальца, отводим его к ботянке. Эй ты, что ты, по-твоему, тут делаешь? Боже, как ты скрипишь в бух это прям. А-а-а, слушай, Бортимер мне сказал привезти парня. Он думал, что кто-то из своих мог его сдать. То он всем доверяет без разбора, то всех нас подозревает. Рехнуться можно. Полагаю, в таком случае лучше. Да-да, осторожно, слишком ты скрипишь в ухо. Хотя-то проще было, хотел бы, порешать. Лифт, кухня, утра, люкс, несёт, да? Вот сюда. Да, ох, ты ж, сколько у них камер-то. Недоступно. Дверь, дверь. Но мальца здесь нет, всё. И брать здесь ничего нельзя, потому что будет минус карма. То есть, если вы забираете вещи у каннибалов, то вы плохой человек. Плохой, 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 плохой. О, винишко. И сортир на 25 персон. Серьезно, чуваки, зачем вот такой сортир огромный? Тем более в подземелье. Вообще, представляете, сколько сложно в подземелье ниже уровня канализации организовать сортир? Чтобы на фонтанах не било всё наружу. Вот и я о том, сложно. Где пацан, подлинная? Чё, съели уже? Я на тебя, которую маски смотрю. Эти нифига не доверяю. Нет. А, вот это ближе. Здравствуй, Филипп. Ты почему не двигаешься? Ты что, думаешь, все тебя будут ждать, пока ты стоишь и тупишь? Ты ничего не попутал-то, сэр? Да неужели? Так что, ты хочешь сказать мне, что несмотря на грязную рожу, тупое выражение и полное отсутствие человеческого достоинства, ты не слуга? Ну, это довольно сложно понять по нашей силовой броне и по барышне силовой броне, которая стоит за нами. Я бы тебе предложил бы сдать поваренную книгу, но лучше прострелю тебе колени. Вот, у вас видно какие-то непогашенные и нерешённые проблемы в прошлом. Что это за долбанутая, чёртова дерьмовая психохрень? Я ору на людей, потому что мне нравится орать на людей. А, я понял, это отсылка на Гордона Рамси с его кулинарными шоу. А, я всё понял. Ты думаешь, я ору на людей, потому что папаша ушёл от нас, когда мне было 5 лет? Или потому что моя мать была помешанная, сторчавшаяся чертовка? Или потому что сёстры запирали меня в ящики от посылки, когда я мешал им? А мой брат? Господи, я уже и забыл про всё это. Как они могли так со мной поступать? Я не могу тут оставаться. Мне нужно побыть одному. Тогда вперёд, чувак. Как они могли... Вперёд, чувак, уходи отсюда, ты тут никому не нужен. А терминал доступа к кладовой. Ммм... Не кладовую-то я вижу морковь. Кстати, у каннибалов морковка есть. Чё, запечённый пацанёнок в яблоках или ещё? Так, меня не видно, меня не слышно. Я проверяю ещё и такое. Запереть замочек. Ммм, можно было кого-то там закрыть и запереть. Идеальная схема. Холодосик. И вот тут явно будет чё-то такое-такое, прям такое. Кто видел этих рейнджеров в чёрной броне? С такими лучше не ссориться. Чувак, это и правда вопрос, который хочешь задать? Подонки, папочка всех вас пришибёт, когда узнает, что вы со мной сделали. Не бойся, боец. Я тебя вытащу отсюда. Тебя послал мой папа? Если твой папа меня послал, он бы не жил бы. Какого чёрта вы столько копались? Какой-то маленький отель. И у тебя тоже скоро будут шансы... Меня стукнули по голове, я их даже увидеть не успею. А некоторые члены общества Белая Перчатка собирались тебя съесть. Хотя, глядя на тебя, я задаюсь вопросом о Накои. Что за фигня на постном масле? Съесть меня? Что за больные ублюдки будут есть человека? Я тебе вот что скажу. Оспорим, как только я отсюда выберусь, и мой папочка всё узнает. Тут-то этому общество белой покрышки каюкой придёт. Да, я бы сказал, что общество Белая Перчатка всё не виновата, только Мортивера и ещё парочка. К чёрту подробности. Видели мы этих уродцев. Одеваются одинаково, говорят одинаково. Небось и жрут всё одно и то же. По делам им будет, когда мой папа до них доберётся. А я, знаешь, соглашусь с тобой. Один раз каннибал всегда каннибал. Конечно, блин. Ладно, давай сваливать пока. Пошли, малец. Ча будет весело, зажигательно. И главное, чтобы нам отдали наше оружие. Слушайте, а когда Гуталина одевают в белую маску, это вообще как-то расизм или не очень? Ну, технически вопрос-то. Когда белую рожу Гуталина мажет, это расизм. А вот если наоборот, то чёрт его знает. Кухонька, кухонька, кухонька. Здравствуй, гормон, ультралюксия. Что странно, мы не нашли тела никого из других. То есть, возможно, они никого-то ещё не ели. Марджори, последний шанс. Ну, ты слышать не хочешь, поэтому вдохнешь со всеми. Навроде бы сюда, сюда и сюда. Я что-то хочу там. А может нам сдать это его пацана конкуренту этого... в Пекахмека. Короче, вы поняли. Где у вас-то выход запилить, пожалуйста, двери. Да, пацан идёт с нами. Что-то боевое до ужаса. Папанька, он видит, но ему не подходит. Наши рейнджеры всем покажут, что на что мы спасли. А, ну с нами? Да, с нами, деточка, с нами. Смотри, какой интересный. Ой-ё-ё, моя ведь перегружена. Фигарин перегружена-то. Мы же ничего нового не брали. А снаряга... Три винтовки галстока, которую выбрасываем к звёдам. И нам нужен, и нам нужен, и нам нужен... Вон тот мужчинка. О, господи, это же спаситель президента Кимбала. Привет. Рад видеть тебя снова. Ай, едьте, как рад видеть. А по поводу нашей девочки. Я тебя услышал. Что у тебя на уме? Ах, это ж твоего сына. Чёрт меня подери. Ты говоришь о молодом Гундерсоне? Это такой дундук, каких свет не видывал. У него соображений не больше, чем у Брамина на перекрёстке. А вот уж не буду слёзы лить, если он никогда не... Ммм... Ну, Хег, говоришь, он честный фермер? Конечно, малыш. А у меня стоит как в 20 лет. Этот Гундерсон — лжец и гадючий сын, клянусь. А доказательства аж какие-то... С другой стороны, Хега вообще не охраняют. Так что Тед пропал Невесь куда? А Хег почти лишён защиты на время поисков. Так, дьявол? Звучит, как лучшее время... Слушай, а может быть, Хег присутствует за это к твоему мнению, если на кону будет жизнь его сына? Выкуп? Не думаю, что у этой змеи достанет сердце беспокоиться за своего отпрыска. И потом, что его остановит, когда мы вернём парня? Нет, Хег у знакомы только жадность и боль, малыш. Прости, чувак, но мне это не подходит. Просто потому, что мы не сможем сделать секвест одновременно. Об этом учу, поэтому дадим сейчас общество белой перчатки и взбил там. Такой отель классный. И так их расколбасит. Набыть каннибалами. А вот... Тебе моё оружие. Да, приятного отдыха, до свидания, всё такое. Товарищ Гундерсон, вот ваш дебилушка за нуля. Слушай, с пионерами лучше не связываться. Боже мой! Ты, ты в порядке? Хватит орать, пап. Все пучком. Слушай, пап, нам надо поймать этих белых ботиньков или как их там. Это всё их рук дело. Ну? Что это за история с обществом белая перчатка? Да вот такое дело, что Мортивер похитил вашего сына, потому что он людей кушает. Ну всё, хватит. Ни с кем из этих маньяков Хек Гундерсон дел вести не будет, пока они не сдохнут. Дьявол. Я им такую блокаду устрою. Вдарю им по-больному. Вкусами в еде они, видите ли, управляют. Так не будет вообще никакой еды. Во всём этом долбаном городе. Не город, а памятник бесчеловечности. Пускай с голоду дохнут. Лучшее применение для этой чёртовой дыры. Знаете, самое смешное, что при такой концовке будет реально то, что показали в сериале по Фоллауту в конце. Там же, если присмотреться на стоп-кадре, то Лас-Вегас, Нью-Вегас точнее, раздолбан в хлам. И живого никого нету. Нам такое не нужно. Они-то вы хотят же. Вы-то видите голод города каннибализма. Не нравится мне это место. Весь стрип не нравится. Но ты дело говоришь. Они и так тут в пороке погрязли. Ладно. Что ж, я обещал, что в долгу не останутся. Так что вот, не спусти всё в одном казино. Ох ты ж, целых 500 крышек, боже. Слушай, я ж не знаю, как-то... Куда и куда. Ну, вы поняли, да? Желоб он. Надо было его завалить. С другой стороны, мы свободны, как Добби в поле. И можем знать Есману, что с белой перчаточкой вопрос порешали. Вот он, Есман. Боже, НКР, что с тобой случилось? Ты тут надолго? Ты, воу, пьяная женщина. Ты же не хозяйка, сама знаешь чему. О, привет. Нас слушай, дело такое. А на тему пообщаться. Мы поговорили с Маржори Мортивером. И у общества Белая Перчатка были проблемы с каннибализмом, но мы их порешали. Проблемы с каннибализмом? В самом деле? Какое счастье, что тебя не съели. Итак, со всеми важными племенами уже определились. Как только ты устранишь Мистера Хаоса, дело пойдет. Я еще много раз смогу тебе помочь. Ну, допустим, только допустим, мы устраним Мистера Хаоса. А что будет дальше? Мне очень неловко это признавать, но я понятия не имею. Я никогда не был в Лаке 38. Никто не был. Но там живет Мистер Хаос. Ну, я там был. Правда? Ух ты! Это круто! Теперь ты можешь убить Мистера Хаоса в любое время. Я имею в виду, Бенни все придумывал, как попасть в Лаке 38. А тебе это удалось. Ух ты! Еще тебе нужно добыть платиновую фишку. Ну, допустим, у меня она уже. Ну, еще бы! Извини. И это прекрасно, что она у тебя. Платиновая фишка ключ ко взлому и захвату защитного комплекса Мистера Хаоса. Я так понимаю, что робот немножко отсталый, как мэр Киева. Фишка совершенствовать экирю тронов, а их под фортом целая армия. В самом деле, настоящая усовершенствованная армия секьюритронов? Да вот это поворот! Армия сможет защитить Вегас от... да от кого угодно! Дай мне знать, как только получишь платиновую фишку, я отправлюсь в Лаке 38 и посмотрю, что смогу сделать. Ясно-понятно. Мы на перепутье. С Легионом Цезаря нам уже не по пути, но вот, знаете ли, с НКР, Есманом и Мистером Хаоса можно решать вопрос. Соответственно, чё? Соответственно, надо подумать, а куда нам вообще нужно? Ну, то есть, так чисто теоретически. И я бы такое, что сходил бы для начала к последовательному апокалипсису. А где там их форт находится? Северные ворота, оружейник... О, оружейник, кстати, тоже нужно. Нам нужно чё? Правильно, не через плечо. Нам нужно... На продажу микроядерной батарейки. Екалым НПРСУ, миниган. А где вот я батареи? В смысле нет. Вот нехороший поворот. Есть ядерный выстрел. По 275 за штуку. Я, пожалуй, что возьму. Карапуза тоже возьму. Маломощный тоже возьму. Большого ребёнка тоже возьму. Деньги позволяют, поэтому на всякий случай мало ли где пригодится. И мы сделали какую-то очиусть именную, не знаю какую. Возможно, на подрачные крышки. Ракета, разведброня, осколочный фугасный, пистолет наполушительный. Да, тут нет того, что мы хотим. Просто грустно, печально-печально-грустно. Ну и ладно. Плюс у нас ещё нет левела, но мы вроде как вкачивались. О, да, мы сейчас пытались заходить-то. И тут были злые люди, которые нас не полюбили. Здравствуйте, товарища-то. Ухранник, который ковыряется в носу. Я туда не пойду. А пойдём мы, пожалуй, по одному ещё из топ-заданий. Не казино всегда выигрыша, даже не солнечный блик, хотя с лошади. А давайте пойдём по солнечным бликам, закроем таки эту ветку. То есть чисто физически. Я-то думал, мистер Хаус скажет, направляй энергию на меня, а ему-то уже не нужно, и у него свой реактор будет. Давайте порешаем. Гелиус один. Пока мы там кумир, пока нас с НКР не рассекретила, что мы вообще нехороший человек. Что там такое? Боже, я уже думал кинется. Так, дверка, 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 дверка. Там была боковая дверка, которая ближе к заходу. А, черт, что так далеко подниматься-то вообще. Так, левая-правая, правая-левая. Нам нужен еще один выход через низ, через подвал. Здравствуй, боится, вы бы хотя бы поубирали тут, а? Ты же дерьмилик до ужаса. Куда только начальство смотрит. Пым, пым. Вот ты, мужик. Хочешь на пообщаться? Фантастик. Не хочешь на пообщаться? Ну и ладно. А у тебя был помощник, который шпион последователей. Чем я могу? Ты тоже не хочешь общаться? Ну и ладно. Тогда на вообще до звезды мы отправляемся на направление электричества. Скажи мне, где? Прямо наверху. В комментариях писали, что возле Лас-Вегаса прямо сейчас строят такие солнечные электростанции. Че-то по типу вот этого. Совпадение, скажете вы? Совпадение, скажу я. До ядерной войны еще до 2007-го года. Солнечная башенка. Напомните мне, пожалуйста, роботов мы отсюда вроде бы вынесли, но... Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Не помню, кто-то заходить. Ага. Прямо вниз, вниз и прямо. Прямо вниз, вниз и прямо сейф. Мы уже лутали. Эх, соспорил бы сейчас найти станции этой... А, нет-то ее... Грусть-печаль. Зато обратно сможем тпшить там. Прямо с самой верхотуры. Так, здесь. 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 Да, дыточка. Вроде бы здесь. Практически там. И вон он, Лефтецкий. Доставит нас куда нужно. И вот он, компуктер, который нам нужен. Терминал Гелиуса-1. Установить распределение мощности. Макарно-3плаз-Вегасов. Ремонт его сайта. Весь регион. Архимед-2. Весь регион. Критический уровень. Весь регион без критики. Сделано, дыточка. Иницируйте при распределении энергии с помощью консоли на наблюдательной площадке Солнечной башни. Есть такое. Так, а консоль у вас... Позвольте, где? Через те же двери. Да, вот сюда. Странно, что мы в Большой Горе не видели таких мозгов. С мозги видели, но робот такого не видели. А наблюдашенька прям сзади, за нами. Вверху или внизу? Наверное, вверху все-таки, да? А, не внизу. Наверху не поднимешься. Но нам нужно, чтобы ночью, чтобы мы видели, что светилось, что не светилось. Поэтому давайте 6 часиков подождали. Чтобы прям темень-темень-перетемень. И наблюдаем, там не свет... В смысле у них Лас-Вегас не светится? Что за фигня? Что случилось с Лаки-38? Сейчас 51. Дойдет до двух ночи. Блинский. Мы сломали Лас-Вегас? Или мне показалось? А, значит, смотрим. Там не светится, там не светится, там не светится, и там тоже не светится. Контрольная панель. Консоль не отвечает. Нужно включить в часы максимально... А-а-а, во-о-о, ночью. С 9 утра. Хотелось по красоте сделать. Но нет. Давай, родная. Activation. И перераспределение выполнено. Поговорите с Игнасио. А, кто такой Игнасио? Кто мне рассказал? Ут, а, девочка, они вращаются. Они вращаются, они сейчас будут следить на нос. Дышь, как они на нас светят. Эпилепсия глаз гарантирована. Ну ладно, пойдемте к Игнасио, что ли. Ну и таки, да, отсюда смотрится вообще шикарно. Рейд рейсинг и все такое. Направляется на основную станцию Гелиус. Обирает лепестрическое лепестричество, хотя... Вообще, это работать должно не так. Тут же нарисованно, что я работаю как отражатели. Или это башня отражает. Это тем более тупо. Просто направляя панель на солнце, они соберут в разы больше энергии. Чьи-то-то здесь какой-то обман. Или люди, которые это делали, не понимают, как это работает. В любом случае, Игнасио, по-моему, это тот чувак, который... ...последователи. Скажи мне да. Скажи мне да. Чем я могу быть по... Слушай, такое дело, что я энергия дана по сети. Я вижу это на мониторах. Теперь все получают энергию. Я приветствую твое решение. Теперь НКР получила то, что хотела. Не в полной мере, конечно. Надеюсь, их интерес к комплексу поутихнет, и они не будут копать глубже. Последователи будут благодарны. Вот, возьми это как подарок. Надеюсь, тебе понравится. И че ж ты мне дал такое, даже не знаю. И фига ли ты до сих пор здесь? По большей части наблюдаю. Пытаюсь проследить, чтобы опасности, исходящие из этого объекта, были минимизированы. Тогда ликвидирую своего дебила начальника, и будет все хорошо. А, мы получаем левел. И свой левел вкладываем, как и раньше, в оружие. Потому что че? Потому что газ не толку штормит, А снайпус нас штормит еще больше у нас. Ну и движемся дальше, друзья мои. Движемся дальше, без стимуляторов, без помощи, без ничего. С одной вероникой мы отправляемся в страшное путешествие. Ммм, страшное путешествие. Но не все Ромадра. А вместо гораздо-гораздо хуже. Каньон. В разлом неподалеку от Прима. Скажи мне, где это? Действительно, возле Прима. Даже от радиостанции «Одинокий Волк» было бы проще, но от Прима ровнее. В смысле, враги рядом. Какие там... Куда здесь взялся Скорпион? Вот физически, откуда он здесь взялся? Там толпа гребанных НКРовцев. Где Скорпион нашли? Все, вопрос решен, вопрос решен. И еще один маленький вопрос. Не вернулся ли на шейде? Как потерял, так и потерял. Хотя, скорее всего, со мной в разлом они не пойдут. Да, нету его здесь. Ну и ладно. Да, очень даже другие женщины. Прямо щекарно другие, мы этому поспособствовали. Даже интересно, а Прим покажутся или или по фоллауту? Во втором сезоне. То есть, вроде как одна из канонических локаций, но... Слишком много держался на НКРе. А учитывая, что в сериале Шейдисенс канонично уничтожили, и НКР, соответственно, пала. От всего их присутствия условного здесь будет... Ну, мало чего останется там. Тем тиковее, тиковее, тиковее. Вон они, статуйки. Вот она, какая-то странная музыка. Очень странная музыка. И, по-моему, вон он, да-да-да, деточка, вон он наш разлом, который нам нужно. Вероника, ты со мной, за мной, да? Сейчас скажешь, ну, знаешь, такое дело, у меня тут-то ногти не крашены, кое-что не брито, не могу из тобой пойти. Очень сильно хочу, но не могу. И будет нам больно, печально и больно. Гранатки. Осколочные, которые нас перегружают. Чудесно, но я их возьму все равно. Ты мне специальной тяжести подкладываешь, верно? Я ей отдам одну раздолбанную охотничью винтовку. Вот. А гранаты я с собой возьму. А, вон он, вражина которой. Обычный песен. Здравствуйте, 35-й. Подчиненные в самое не могу, были бы только по трофе. И что за надпись, шестой курьер? You can go home, курьер. Ты можешь идти домой, курьер. Да вы что такое говорите-то? Раздел. Divide. И написано, Lonesome Road, одинокая дорога. Чемодан и спортивная сумочка. Сейчас скажет, чувак, такое дело, но тебе нужно какое-то еще оставить. Вы не можете взять спутника в разлом. Этот путь вы должны пройти в одиночку. А, Вероника родная, ну, даже не знаю, как тебе сказать. В чем дело? Ну, у тебя слишком жирная жопа, и в ту дверь ты не пролезешь. Жди здесь. Так в смысле, я же искал, что жди здесь. Вероника? В чем дело? Так, проблема, что и с МДЛЦ. На пора расстаться. До встречи, Лак-38. Отлично. А услуги в номер можно заказать? Ой, может, там и этот Лак-38, уйди наш. Полученные координаты приводят вас к разлому. Каньону, заваленному обломками. За ними и сам разлом. В дополнение, одинокая дорога, предназначена для опытных курьеров, уровень 25 или выше, и есть такое. Вы не можете взять с собой дорогу спутника, вы не можете вернуться в Мохаве с теми, кого встретили по пути. Но можете взять с собой любое снаряжение и вид ограничений. Если путешествие окажется слишком сложным, или закончатся припасы, вы в любой момент можете вернуться назад и вернуться в Мохаве. Если я готова двигаться дальше в буре разлома, то история ждет. Да, отправляемся по одинокой дороге. Долго мы к ней шли. И пришли. От крушения в канюне даже роликов ступительного нам не завезли. Чуть размах обмана. Но есть отдельно интересные моменты. Добавлено задание пусковая установка. Ох ты ж, какой он реально раздолбанный. Как-то раньше на старых компьютерах это все было не видно, а здесь такой обзор сразу. Спортивная сумочка, крышечка, грязная вода, паечка, медыкс, потрошки и кожаный ремень на шее. Передергивал, самосфикси и заботушился бедняга. А туда наверное лучше не прыгать, да? Вот и я так думаю. Ви-и Ви-и Н roku. Нифига не горка. Давайте почитаем еще задание. Разная незаразная помощь инфошкам. Оуууууууууууууууууу Даже на этой карте мы все знаем. Храму леса и... Бункер ШПУ Хоупвиль. Вроде небольшая дорога. Казалось бы. Пусковая установка. Ищи через ШПУ Хоупвиль и выйти на одинокую дорогу. Лаконично. Слишком лаконично, я бы сказал. Но выглядит божественно шикарно. И дверенька. Вы нашли вход в бункер ШПУ Хоупвиль. Стопышка. Вот еще два Хоупвиля. Вход в ШПУ Хоупвиль. И бункер ШПУ Хоупвиль. Что как-то у вас много Хоупвилей на одну станцию. Ну ладно. Так, фонарик в клоф. Как фонарик в клоф. Написано, вы-то можете домой. Курьер. Одинокая дорога. Если перед вами в мире Фоллаута сами открываются двери, то это нифига не хорошо. Местами-то очень даже плохо. Реактор нет. Утилиты да. И дальше с программиста. Взрывозащитная дверь ШПУ. И что-то такое, что-то такое, что-то такое. Взрывозащитная дверь ШПУ. А можно я взломаю просто вот этот терминальчик? Открыто весь служебное помещение. Открыто. Доступ есть. Журнал техсостояния. Основная сеть отключена. Резервная сеть. Режим ожидания. Техсостояние. Уровень 1 не функционирует. Меры безопасности не активны. Уровень 2 не активны. Уровень 3. Меры безопасности не активны. Вроде все хорошо. Но почему она так-то не нравится? Утилитный центр. Ой, что за штука? Электросварка. Слушайте, но я обязан взять. Сейчас что-нибудь выкину, но я обязан взять. Оружие винтовочкой Гаусса пошла вон. И, пожалуй, осколочные гранаты мы оставляем. Снайперской винтовки 2 выбрасываем. Вот, 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 влазим уже. Самое смешное, что винтовка Гаусса считается ворованной даже здесь. Все еще числится принадлежащий братцеву стали. Здесь директора мы не пройдем. Ясно-понятно. Там никого нигде. Вот здесь вот странный компуктер и облученная ядеркола. Подожди, ты идешь, что ли? Да, не, ну нафиг, не может такого быть. Открыть модуль экспериментального бота. Подождите состояние. Модуль бота закрыт. Журнал. Сети отключены. И уровень поддержки неактивный, ясно-понятно. Освещение. Оповещение работы армейского магазина. Внимание персонала базы. Автомагазин закрыт до дальнейшего уведомления. Как выяснилось, защищенные подделки проделочные жетоны, которые мы вам выдавали, совпадают по размеру и форме с обычными вытушными крышками. Пока мы не решим эту проблему, мы придется совершать покупки, как прежние времена, за деньги. Напоминание работы армейского магазина. Внимание персонала. Хочу напомнить, что все терминалы армейского магазина на базе получают товары с одного и того же склада. Пожалуйста, не тратите ни свое время, ни время техников, бегая от терминала к терминалу. Больше виски вы все равно не получите. Штаб-сержант Лански. Напышуну выклебало его все одно в одно лицо. Модуль экспериментального бота. Состояние модуля бота открыт. Скажи мне, Эдди, ты живой или не живой? Это Эдди. Это наш Эдди. Ральфи, улетай. Улетай как можно и дальше. Что это было за запись сегодня? Ошибка обработки памяти или что? Он не понимает. Нет, при загрузке была запись. Что-то про Ральфи. Наш летающий 2.4, не понимает. Тогда наука. Возможно, какие-то старые данные остались в памяти. Волноваться нечем. О, да, шикарно. Думаю, ты мог бы мне помочь выбраться отсюда. Ты можешь пойти со мной. Он дал обостренное чувство. Запись эксперимента. Номер непонятный. Универсальная система дюрофрейма моего хробоглала предназначена для перехвата управления интерфейсами. Эксперимент доктора Уитли. Мы усилили сигнал и увеличили системный буфер. Это должно обеспечить 100% подключаемость и управление. Эдди, когда будет готов, дай знать. Получилось, да. Сообщаю вот своих эксперимента. За 3 секунды Эдди удалось подключиться и переходить управление тестовым пультом. Ты можешь взломать электронную защиту? Да ты чё? Да, может. Только с панели-приемником в виде тарелки. Пульт в главном зале краски такой и есть. Да, 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 да. А что случилось с твоим создателем? Да не, не переживай. Он в порядке, вы с ним встретитесь ещё. Когда-нибудь. Пошли дальше. Если чё, друзья мои, я пытался ставить единственно возможный перевод этого всего дела на русский язык с озвучкой. В основной игре озвучка работает, в DLC не хочет. Поэтому будем по мере своих слабых сил. Электронный заряд и электронный заряд. Чему не микроядерная чёртова батарея? Что-то так всё грустно-то. Что-то сейчас было. А, терминалом меска магазина. Слушайте. Может, у тебя микроядерная батарея есть? И чё за альфа-шмальфа? Патрон, патрон, патрон. Вот, альфа-удар для сполоха. За 11 кусков денег. Я даже не представляю, что это такое. Надо стимулятор, пожалуй, возьмём. Авто-супер-стимулятор тоже возьмём, пока деньги есть. Авто-спорт для сполоха. Что это за фигня такое? Аж сполох. Боевая броня нам не нужна. Антир-1 пока не нужен. Микроядерные батареечки. Мои же родные. О, как я вас искал. Патрошки, 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 патрошки. Всё остальное нам пока не нужно. Если чё, магазин, я знаю, как выглядит. Стимуляторы, пожалуй, да. Гидра, возможно, нет. Приняли, поняли, сделали. Ну чё идём? Вон где терминал. Эдди, разблокируй, пожалуйста. Включаем. Ой-ёй. А почему это похоже на большую и хедрёную ракету? Которую ремонтируют такие же Эдди. Не кажется ли вам, что какой-то обман маленький наступает? Йо-хо-хо. Ну ладно, идём дальше. Дверь же окна, рано открыто. Испорчен ромоглаз. Ядерной батареи нет, модуль нет, электроника нет. Пожалуй, что макрот пока что нет. Нашё не боится. Погоди эти. Тогда куда идёт сюда? Термиалу нужен ключ. Доступ к гидравлике. Четыре попытки. Conduct. Неправильно. Soldier. Неправильно. Bastion. Неправильно. Уникальное умение Never не отгадать правильно. Тогда по старинке ищем скобочки. Какая-то нас спасёт. Не ты, 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 не ты. Ну чё ж так мало скобочек, если простой вариант-то? На простых скобочек должно быть больше. Нет. 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 Да что ты будешь делать-то? Но мы поняли, что... Постин. Но всё равно обидно. Открываем двери. Состояние двери разблокировано. И за дверью у нас... О чём сюда пёрлись-то? Ну это похоже на генератор немножко. Бока. Издалека. Гвоздемёт есть. Тоже фигня вопрос. Всё остальное, да на кое-намного вслалота. Вот аптечка ж там была. Автостим и всё такое. И электронные зарядки. Пум-пым. Вот. Теперь можно спокойно двигаться дальше. К этой большой ядрёной ракете. Ну, двинемся дальше, друзья мои, мы уже в следующем эпизоде. А пока что маленькая пауза. Не забываем про наш телеграм, дискорд и вконтакт. Ссылочки под видео в описании. Всем удачи. До встречи. И увидимся немножечко попозже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...